Жилищно-строительные кооперативы полностью не запретят, но и прежней массовости у ЖСК уже не будет. Создавать их крупным застройщикам станет практически невозможно. Каждому кооперативу разрешат строить только один дом не выше трех этажей. Что касается замороженных стройк или объектов, возводимых с задержками, то закон предусматривает в таких случаях многоуровневую защиту интересов дольщиков. Например, 214 ФЗ включает в себя положение и о банковских гарантиях, и о страховании ответственности застройщика. Не отстает и областное законодательство. Законом Московской области от 2010 года о защите прав граждан, инвестирующих свои средства в строительство домов, предусмотрен такой способ защиты, обеспечения, восстановления нарушенных прав граждан, чьи денежные средства вложены в строительство многоквартирных домов, как признание органами самоуправления и органами исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, объекта строительства проблемным. Если строительные работы на объекте не ведутся в течение 9 месяцев, если задерживаются сроки передачи жилья дольщику или прекращается информационное взаимодействие с застройщиком, то это повод серьезно задуматься. Граждане имеют право, возможность обратиться в первую очередь в органы местного самоуправления с заявлением о признании этого объекта строительства проблемным. Заявление Министерства строительного комплекса Московской области о включении их в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. После таких обращений, если объект признается проблемным, инициируется обязательная проверка правоохранительными органами действий застройщика, связанных с целевым использованием средств граждан. Реализация подобных процедур налажена, контролируется органами прокуратуры, и по большей части строек, которые в настоящее время приостановлены, заморожены, либо сроки, по которым переносятся, хотя стройка и ведется, по большей части таких строек, в том числе и по инициативе городской прокуратуры, инициированы процессуальные проверки, которые проводятся силами межмуниципального управления МВД «Россия-Одинцовская». Результаты проверок также контролируются городской прокуратурой. В первом квартале 2016 года в отношении одного из крупных застройщиков уже было возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 Уголовного кодекса «Мошенничество». Предварительно доказано, что средства граждан были использованы нецелевым образом. Если у дольщиков возникают подобные подозрения, им следует немедленно обращаться в органы местного самоуправления, прокуратуру, полицию и региональное министерство строительства. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».